А теперь давайте попробуем изобразить в студии все то, что сейчас нам рассказал Ласло Габани. Итак, похоже, я сегодня буду подружкой невесты. Итак, Ласло, мы поменяли синий фон на черный, правильно? Да, просто нужно понимать, что синего фона, в принципе, и на синем фоне, белом платье, наверное, будет очень сложно что-то снимать. Скорее всего, это больше подходит к вам, к телевидению. А для фотографий всегда нужно брать какие-то очень нейтральные, либо белый, либо черный цвет. И в данной ситуации, скажем так, мы используем черный фон, мы используем несколько источников света. Если даже сейчас посмотреть на нашу модель, с которой вы можете познакомиться, Катя, сегодня она будет у нас выполнять роль невесты. Катя. Значит, у Кати, даже если вы сейчас посмотрите, вот у нее сейчас классическая форма освещения. Практически это то же самое, что мы получаем каждый день, стоя возле окна. Мягкий рассеянный свет, дающий определенный объем. Свет сверху, он просто заполняет, дает определенный рисунок, подчеркивая контур ее белокурых волос. Вот. И придает объем платьев, которые находятся. Вот я в своей съемке очень часто, всегда стараюсь использовать практически никакого света, кроме естественного света. За счет этого достигается объем. Сегодня у нас вместо окон оборудование предоставлено, да, софтбокс, предоставлено компанией Риком. То есть будем пробовать делать из софтбокса окно такое, да? Да. Правильно я поняла? Давайте попробуем, что у нас получается. Ну, самое важное, мне кажется, это, чтобы модель себя, ваша потенциальная невеста не чувствовала себя, скажем, скованно, да, то в первую очередь нужно наладить с ней нормальный человеческий контакт. После того, как вы познакомились с человеком, либо вы заблаговременно это сделали, вы уже практически близкий друг, да. То есть, и, соответственно, человек должен реагировать, естественно, на то, что вы будете просить ее делать. В данной ситуации здесь мы сейчас и попытаемся воспроизвести. Где-то, с одной стороны, это будет что-то гламурное, очень фэшн, вот, с другой стороны, очень мягкое, открытый взгляд и добрая улыбка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень... Всегда можно начинать с очень простых вещей, простых снимков, потому что придумывать, если там за уши притягивать какие-то, скажем, невероятные позы, которые выворачиваются, скажем, женихи с невестами в день свадьбы, это глупо. Очень важно с человеком поддерживать контакт, потому что, чтобы это не была, скажем, кукла, которую вы посадили, и фотографируете с разных... Нужно постоянно с ней общаться. Поэтому чем больше вы общаетесь, тем больше вы располагаете в человеке к себе. Потому что все-таки это фотография непрофессиональных моделей. Поэтому если вы постоянно находитесь в контакте с человеком, он будет открыт к вам. Вот, шутить, веселиться, стараться, скажем, вот, пожалуйста, Катя уже сама села, и мне все, что нужно сделать, это просто попросить ее... Вот она такая слегка уставшая. Я очень часто использую такой прием, когда прошу невесты не смотреть непосредственно в камеру, вот, отвернувшись, и только обращать взглядом на меня. Вот какой взгляд был. Основные вот фишки, о которых мы говорили, я всегда стараюсь именно так поступать, что я наблюдаю за человеком, даже общаясь, разговаривая с ним, я вижу, как он движется. И поймав его в тот момент, который мне кажется, что вот это самое, что у меня есть, лучшая поза и все остальное, я просто беру и снимаю. А вы прям так уже успеваете прям поймать этот момент задолго? Ну, конечно, если я ничего не придумываю, а я частенько, скажем, практически ничего не делаю, наблюдаю за тем, что происходит. Сейчас у нас немножко сложность в том, что Катя одна. Если бы мы ему предоставили какого-нибудь брюнета красивого, вот, то Катюша бы уже вся была бы вместе с ним. А вот как насчет там контраста же какой-то идет, черный пиджак и белое платье? Вот данная сейчас ситуация, в которой мы, ну, скажем, используем, это практически то же самое. Рядом действительно всегда в день свадьбы находится в темном костюме, особенно если жених, и в светлом костюме. Поэтому в таких ситуациях для технических параметров я делаю очень просто. Если я попадаю либо в помещение, либо снимаю на улице, когда световая ситуация не меняется, то есть свет, он достаточно стабилен, я просто перевожу камеру в ручной режим, делаю несколько тестовых снимков, смотрю, какие, скажем так, я получаю пересвеченные, не пересвеченные. А вообще вы используете пересветы как технический переверок? Очень часто, но сейчас мы можем попробовать, как это сделать, попытаться, скажем, добиться результата. Ну, фотографии, этот прием называется хайки, это высокий ключ, который дает возможность, скажем, боковым светом заполнить и сделать пересвет. А изображение не будет плоским? Нет. Вот если источник находится сбоку, ну, к примеру, если у вас окно находится сбоку, и вы расположили, скажем, невесту перед окном, то можно добиться. Я очень часто этим приемом пользуюсь, потому что он придает воздушность. Очень воздушность. У меня несколько снимков, когда действительно невеста, находясь и используя вот этот пересвет, только самые контрастные участки, скажем, там, на невесте, там, глаза, вот эти носогубные, скажем, губы, овал лица, там, контуры, скажем, уже там, шейки длинные и плечи, руки спадающие. Вот это уже, скажем, самые контрастные участки, а все остальное практически вылетавшее белое, вот такого цвета. Данная ситуация сейчас, то, что мы будем делать, это вот как раз то, о чем я уже говорил. Перед нами один источник света, который будет, в принципе, выполнять несколько раз. Значит, первое, это рисующий свет, то есть луч света, бьющий отсюда, он рисует и создает рисунок на объекте съемки. Луч света, бьющий отсюда, отражающий от этой стенки в сонтбоксе, он заполняет вот эту часть, а лучи света, которые идут сзади и спереди, они заполняют. И если вы посмотрите, то даже сейчас, видя, как отрабатывает плотный свет, то даже вот здесь вот лучи, попадающие непосредственно от платья, они как бы слегка подчеркивают даже контур. Вот если посмотреть, там видно, скажем, как у Кати. Продолжение следует...